Сегодня третий день четвертого Якутского международного кинофестиваля. Программа мероприятия насыщенная. Ежедневно в двух залах Саха-театра, кинозалах Гик-кафе и Зум проходят бесплатные показы конкурсных и вне конкурсных работ. Всего около 60 картин. Далее Нюргуяна Васильева. Со вчерашнего дня начались показы конкурсных работ. Фильмы собирают полные залы зрителей, а после начинается бурное обсуждение. Фестиваль нам дарит полную кинофеерию. Участник конкурса документального кино «Бурятский фильм «Шенехенская царица» затронула зрителя своей искренностью и тем, как режиссер тонко прочувствовал свою героиню. Эта работа показывает жизнь популярной бурятской фолк-певицы Бадмаханда Аюшеевой, которая покинула профессиональную цену на вершине своей карьеры после концерта «Карнеги-холл». Картину представила режиссер фильма Анастасия Зверькова. Мне очень интересно, сколько времени занимали сами съемки этого фильма. Да, это было три достаточно больших экспедиции, потому что мы сами из Иркутска, умерли с нами наши соседи, а сначала мы ездили в Москву, в Бурятию и в Китай. То есть это, ну, это на самом деле было очень быстро, мы где-то сделали фильм за год. Этот фильм желающие могут посмотреть 20 августа в зале Саха-театра с 8 часов вечера. Еще одна картина, собравшая переполненный зал зрителей «Мой убийца» режиссера Костаса Марсана, знакомый нашим зрителям под названием «Сайсары Кёльге». Фильм участвует в основном конкурсе фестиваля. Идея волнительно представляет фильм на родном кинофестивале. Фильм снят по повести Егора Петровича Неймохова «Сайсары Кёльге» который был тоже в свое время основан на реальных событиях. Мы старались перенести события, которые описаны в книге с 70-х годов на наше время. И как можно интереснее сделать такой срез современной нашей жизни в Якутии. Картина выходит на всероссийский прокат в октябре этого года. Будем надеяться и ждать, что и в других регионах нашей страны фильм обретет такую же популярность, как и у себя на родине. Не меньше зрителей собрал и фильм национально-обещательной компании «Саха» режиссеров Евдокии Избековой и Галины Раевской «Хозяйка Чума» участник конкурса документального кино. Картина показывает жизнь матери большого семейства, живущей на Крайнем Севере. Вдумчивости требует этот фильм. И семья – это семья оленеводов. Она очень состоятельная, состоявшаяся. А в чем это выражается, вы, наверное, поймете, рассмотрев этот фильм. Темой фестиваля в этом году выбрана «Национальная культура в современном мире». Все конкурсные фильмы, как мы видим, соответствуют этой выбранной теме. Не забудьте проголосовать на сайте joker.ru за приз зрительских симпатий в трех номинациях среди якутских фильмов. Победитель получит приз фестиваля «Золотые снежные очки». Продолжение следует...